Собираемость налогов в Хабаровском крае возвращается к докоронавирусному уровню. Об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатор Михаилом Дегтяревым заявил руководитель территориального управления налоговой службы Сергей Ефремов. За счет чего удалось минимизировать ущерб бюджету от COVID-19, расскажут наши корреспонденты. О том, что доходы бюджета Хабаровского края в этом году упадут, стало ясно еще в марте. Самыми убыточными оказались апрель, май и июнь. В это время в стране действовали налоговые каникулы для малого бизнеса. Часть предприятия не работала, часть закрылась. Также был введен мораторий на проверку бизнеса и, по данным ФНС, налоговая задолженность в крае выросла на 23%. Однако первые прогнозы по убыткам бюджета не оправдались. Изначально мы ожидали первую прикидку. Вообще было 9,9 миллиардов, что-либо края потеряем. То, если полугодия мы уточнили на 5,6, сегодня по 10 месяцев, уже по 9 месяцев. На 1 октября чуть больше 2 миллиардов. Сейчас ситуация по уплате налогов улучшается. Помогло снятие ограничений на работу предприятий малого и среднего бизнеса. Экономика начала восстанавливаться. Увеличилось количество граждан, которые зарегистрированы в налоговых органах, как самозанятые. Такая возможность у жителей края появилась с 1 июля этого года. Встав на учет, парикмахеры, таксисты, сантехники и настройщики компьютеров платят 4% от своего дохода. В регионе уже 3 тысячи человек получили такой статус. До конца года их должно стать больше. Сотрудники налоговой начали работу с теми, кто рекламирует свои услуги в социальных сетях. Сделали по одному человеку в каждой инспекции, которая обзванивает таких людей. Записывает имя, телефон, когда позвонил. И просто спрашивает. Знаете, не знаете, знаете, переходите. Сейчас вот наработаем массу данных, а потом начнем заниматься уже контрольной работой. По мнению руководителя налоговой службы, до конца года собираемость налогов должна еще вырасти. Свести потери бюджета из-за коронавируса к нулю не удастся. Но они должны сократиться до минимума. Антон Петрович, телекомпания «Губерния».